Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Геометрия 7 класс, автор Мерзляк. Задание номер 7. Отметьте 4 точки так, чтобы при проведении прямой через каждые 2 из них на рисунке первая образовалась одна прямая, вторая образовалась 4 прямые и третья образовалась 6 прямых. Проведите эти прямые. Итак, первое нам нужно отметить 4 точки, но так, чтобы при проведении прямой через каждые 2 из них на рисунке образовалась одна прямая. Поступим следующим образом. Отметим первые 2 точки. Производным образом. Точка А, например, и точка В. Мы помним, что через 2 точки можно провести прямую, при том только одну. Проводим эту прямую. По условию задания у нас должна быть, должна получиться в первом пункте одна прямая. Эта прямая у нас уже есть. Тогда нам остается третью и четвертую точку просто отметить на этой прямой произвольным образом. Например, точка С, это третья точка. И, например, точка Д. Итак, мы отметили 4 точки. И при проведении прямой через каждые 2 из них у нас получается одна и та же прямая, единственная прямая. Второе. Теперь нам нужно отметить тоже 4 точки, но чтобы получилось 4 прямые. Начинаем с того же. Отмечаем одну точку. Отмечаем вторую точку. Проводим через них прямую. Третью точку теперь мы отмечаем так, чтобы она не оказалась на полученной прямой АВ. Например, так. А теперь проведем все возможные прямые через каждые 2 из полученных точек. Это будет прямая ВС и прямая АС. Больше прямых с этими точками не получается. У нас мы соединили каждые 2 точки из отмеченных 3 точек. Нам еще нужно отметить четвертую точку так, чтобы добавилась одна прямая. Тогда мы поступим следующим образом. Мы отметим эту точку на прямой АВ. Точка Д. И проведем прямую ДС. Посмотрим, что получилось. Через каждые 2 точки у нас проходит прямая. Количество точек 4 прямых всего получилось 4. Значит, мы выполнили задание. Третье. Теперь нам нужно через те же 4 точки, то есть отметить 4 точки так, чтобы получилось 6 прямых. Начинаем с первых 2 точек. Точка А и точка В. И проводим прямую через них. Точку С отмечаем так, чтобы она не лежала на прямой АВ. Точка С. И проводим прямые АС и ВС. Получилось 3 точки и 3 прямые. А нам нужно, чтобы было 4 точки и 6 прямых. 3 прямые мы можем добавить. Если мы точку, четвертую точку, точку Д, отметим так, чтобы она не лежала ни на прямой АВ, ни на прямой ВС, ни на прямой АС. И соединим точку Д с точками А, получим прямую АД. С точкой В получим прямую АВ, АД. И с точкой С получим прямую АД. Теперь посчитаем, что получилось. 4 точки АВ, АД, АД и прямых всего 6. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.